Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена. На тему сегодняшнего разговора меня натолкнул один из комментариев, который я прочитала по поводу нашей деятельности на канале. И прозвучал он примерно так. Разберитесь, о чем вы рассказываете. Вы о кулинарии или вы о цветах? То есть человек выразил недовольство. Я решила таким образом перейти плавно на то, ради чего создавался канал, как мы пришли к этому каналу, стоит ли доверять той информации, которую мы рассказываем. Я, когда раздумывала о том, стоит ли вообще заниматься этой деятельностью, представила собственную жизнь и подумала, а ведь это кому-то обязательно нужно. Я вышла замуж в 18 лет, и всю вот эту хозяйственную деятельность мне пришлось познавать от самого начала до конца. Конечно, мама меня учила житейским вопросом, но ни одна мама на свете не может прожить за своего ребенка жизнь. Мне пришлось очень много в жизни повидать и перещупать собственными руками. И когда я создаю и рассказываю материалы на канале, я точно знаю, о чем я говорю, потому что за мою жизнь мне пришлось заниматься и огородом, и садом, и комнатными цветами, ну и, естественно, кулинарией. Поэтому у нас в результате возник многопрофильный канал, который я лично, когда им занимаюсь, называю «Домашняя энциклопедия для молодых хозяев и хозяев». Почему это важно? Да потому что, когда, еще раз вернемся к моей собственной жизни, когда мне в моей жизни возникали трудности, мне очень было проблемно их решать. Мне повезло, что в то время, когда я начинала свое хозяйство, было очень много хороших и умных книг, где люди с большой душой, вниманием, и, самое главное, с очень полезными советами рассказывали, как решить жигейскую проблему. Теперь уже, по прошествии многих лет, у меня накопился огромный опыт в этом деле. И мне очень было бы трудно жить с мыслью о том, что я так много знаю, а кто-то сейчас, столкнувшись с проблемой, не знает, как ее решить. И тут, конечно, от двух мнений быть не могло. Я захотела это рассказать всем и каждому. Дело в том, что, дорогие друзья, если вы были на главной странице нашего канала, вы заметили, что там канал многопрофильный, и он состоит из отдельных рубрик. Почему я это сделала? Потому что базовые данные, которые обязательно кому-то пригодятся, у меня разложены в определенные папки по направлению. Есть там рубрика «Кулинария», есть рубрика «Усадьба для души», в которой я рассказываю о садоводстве уличном и комнатном. Есть у нас с вами папки и касаемые эзотерики, в частности, я рассказываю о фэн-шуй, но обо всем более подробно. Итак, когда я думала о том, как все-таки донести знания до народа, я все-таки пришла к мысли, что не буду я морочить голову, а все, что знаю, просто разложу в отдельные рубрики. Дело в том, что познать действительно пришлось очень-очень много. В лете 90-е пришлось выживать. Выживали мы при помощи огорода, так что каждое огородное растение пришлось не только в виде семян пощупать, а вырастить от самого начала до конца. Мы обязательно поделимся этим опытом. Сейчас тоже времена, можно сказать, критические. Безусловно, многим надо получить эти знания. А вы можете совершенно спокойно им пользоваться, потому что я стараюсь никогда чьи-то фантазии не доносить до человека. Рассказывай только о собственном опыте. У меня иногда получаются очень затянутые ролики, некоторые на этом акцентируют внимание. Но я считаю так, что если у меня есть что рассказать, лучше я все расскажу от начала до конца, чем я сделаю очень красиво ролик за три минуты, поздоровайся, попрощайся, а в центре успею сказать два слова. Пусть случай будет затянутый, но я отвечаю за каждое слово, которое я произношу, потому что опыт – это великое дело. Опыт лежит по основе любого дела. Поэтому я считаю, что у меня есть что вам рассказать. Вот. Теперь по поводу рубрик. Ну, начнем с того, что у меня на канале многие задают вопрос, а зачем такое количество картинок и что я хотела этим сказать. Дело в том, что к вам я шла не сразу с видеоблогом. Вот пришла «Здравствуйте, я Елена». Сначала я издавала сайты. Их сейчас у меня девять штук, и все они существуют, и все, в общем-то, в большей или меньшей степени популярны. Самый популярный сайт мой – это «Мэджик Кейт», «Эзотерика, гадание, магия». Как говорится, у него много почитателей. Я понимаю, почему. Потому что, когда живется не очень весело, всегда человек хочет заглянуть в свое будущее, а вдруг у него там лучше, чем сейчас. Я страдаю тем же самым, но дело в том, что и даже на том канале, который я создавала, вернее, на том сайте, который я создавала, я тоже очень внимательно отнеслась к материалу. Все, что там изложено, фактически я прощупала собственными руками. Изучила нумерологию, очень увлекалась гороскопами, выложила все материалы, которые у меня были. Очень меня это все увлекало, и я подумала, что это будет интересно и другим людям. Все ссылки на свои сайты я в конце этого ролика выложу, и если это кому-то интересно, то можете посетить. И вот вернемся к картинкам. Дело в том, что я считаю так, что если у меня на сайте, на каждом из сайтов более трех тысяч страниц, как вы понимаете, я люблю работать масштабно. Соответственно, очень важно обсмотрятся материалы без иллюстрированных картинок. Ну вот, и соответственно, за свою деятельность, а я занимаюсь сайтами много-много лет, у меня накопился банк картинок, которые у меня разложены в тематические папки. И для тех, кто только начинает, например, сдавать сайт, ему хочется как-то украсить его, я им предлагаю вот эти картинки, которые у меня были собраны за много лет, может быть, кому-то они будут полезны. Они разложены в тематические папки. Там есть кулинарные картинки, там есть исторические картинки. Откуда у меня такая база данных? Дело в том, что у меня просто разнопрофильные сайты. Есть у меня электронная библиотека для любителей почитать книги. Есть гадание магия, я уже ее заявляла. Есть нефертити клик, который отвечает у меня за женскую энциклопедию. Там мы разговариваем тоже о комнатных цветах. Там мы решаем наши бытовые проблемы, которые у нас возникли и так далее. То есть женская энциклопедия. Есть у меня шоколадница, на которой я тоже занимаюсь животноводством и птицеводством. Вот один из разделов. И сад приусадебный. То есть я все время старалась рассказать людям то, что знаю. Но в результате я все-таки поняла, что вот это явление один раз увидеть гораздо лучше, чем сто раз прочитать. Поэтому плавно с этим я перешла благополучно к общению живому с вами, дорогие друзья. Итак, появление картинок на нашем канале я вам только что объяснила. И, конечно, в Ютубе вы их скачать не можете. Поэтому я вам предлагаю, как только вы, если вам эти картинки интересны, переходите по ссылке на сайт Magic Box. Там вы можете скачать эти картинки отдельно, каждую или альбомом целиком. И самое главное, вы можете посмотреть слайд-шоу вместе с музыкой. Я очень не люблю, когда вот картинки просто одна другая у другой сменяют. Это мне, например, скучно. Поэтому на своем сайте, учитывая, что у Ютуба сложности там с музыкой, вы прекрасно понимаете. Поэтому на своем сайте я сделала так, как я люблю сама смотреть. Я запускаю слайд-шоу, звучит музыка в тему. И, соответственно, совсем по-другому смотрятся картинки. Если вы хотите на эти картинки посмотреть именно в таком художественном варианте, милости просим на наш сайт, переходите и смотрите. Итак, по поводу картинок. Теперь рубрика путешествий. Не такой вы, я уже великий путешественник, но это только начало. У меня, собственно говоря, там о наших двух путешествиях картинки. Об Индии и Турции. Дело в том, что я не с точки зрения журналиста, который вот снимает, так сказать, текущие события, и там какие-то новости докладывает. Я снимала свои ролики в определенном смысле. Поэтому, прошу прощения, вы не обращайте внимания. Там очень много цветов, когда я была в Индии. Ну, это неудивительно. Если я углекаюсь комнатными цветами, выращиваю в горшках, и вдруг попадая на Гуа в ноябре месяце, я вижу свои комнатные цветы в шикарном, необыкновенном виде, в удивительной красоте, в небывалом цветении, ароматной, но очень голова кругом. Естественно, что камера у меня из рук не выпадала, и я все время ходила, и вместо того, чтобы, может, для других, там, про шоппинг рассказать или что-нибудь, я ходила и снимала цветы. Но каждый болеет по-своему, поэтому вы прекрасно понимаете, что мне было очень важно вдруг увидеть комнатные растения, за жизнь которых мы так усердно боремся, вдруг в небывалой красоте. Вот отсюда у меня, в общем-то, и такие ролики, которые вы можете наблюдать. Многим это скучно, а если вы любите комнатные цветы, милости прошу посмотреть ролики мои собственного изготовления, которые я привезла из Индии, там вы можете полюбоваться на невероятную красоту. Турция. Ну, учитывая, что мы просто люди очень любознательные, валяться на шезлонгах считали неправильным. Посетили очень много интересных мест, в частности, откровением было посещение храма Николая Чудотворца. Как все интересно, мусульманская страна, а храм Николая Чудотворца, которому мы бьем поклоны в наших церквях, находится именно в Турции. Мне удалось его посетить. И вообще все вот эти вот заметки дорожные, где мы были, что мы видели, или запись рассказа экскурсовода. Я думаю, что это кому-то интересно. У нас, конечно, разный подход к роликам по путешествиям. Многие именно смотрят так, куда там смотаться, где что купить и прочее. Да, к сожалению, мои ролики не на эту тему. Зато они открывают то государство, которое я посетила, вот так изнутри. Его историческую сторону. Что можно увидеть, что можно посмотреть с точки зрения души, а не кошелька. Тут уж, господа мои, извините. Ну, я думаю, что мы пополним еще эту часть путешествиями и по Украине. Есть чего посмотреть. Те же самые рыбалки, походы по грибам и так далее. Это у нас еще все впереди. Так вы знаете, что вам смотреть в путешествиях. Следующее. Усадьба для души. Ну, тут рассказывать не надо. Тех, кто, собственно говоря, уже давно смотрит наши материалы, видели, что я даю и комнатное цветоводство, и приусадебное ночная. То есть, собственно говоря, сейчас очень много роликов идет на эту тему комнатного цветоводства. Только потому, что это соответствует сезону. Нам сейчас надо пересаживать растения. Многие сталкиваются с этой проблемой. Поэтому приоритет сейчас отдан усадьбе для души, где я рассказываю о комнатных цветах. Ролики о комнатных цветах сменятся дачными делами, делами огородными, садовыми и так далее. И на какое-то время комнатные цветы практически исчезнут из нашего эфира. Поэтому вот так вот ориентируйтесь, господа мои дорогие, чтобы у вас не было потом ко мне замечаний или какое-то неудовольствие. Вы можете подписываться и посещать всего одну рубрику, ту, которая вам нужна. Если вам интересен один рецепт, можете его переписать и уйти из нашей жизни. Но очень жаль, конечно, потому что на неделе я минимум 3-4 раза снимаю свои ролики. И очень хочется, чтобы они были кому-то полезны. Меня переполняет просто знание. Вот знаете, как говорят, горе от ума. Так хочется много рассказать, что я не могу остановиться. И фактически сейчас вся жизнь у меня проходит под камерой. Отсюда, конечно, и выбор моего внешнего вида, с которым я к вам прихожу в дом. Конечно, можно было напудриться и завидеться, одеть костюмы от Версачи и прийти к вам в гости в парадном виде. Но очень трудно в таком парадном виде готовить вместе с вами на кухне или присаживать цветы, или тем более брать лопату в саду. Поэтому, извините меня, прихожу по-домашнему, поскольку считаю, что вот такое живое общение, не напудренное, а вот такое настоящее общение гораздо важнее, потому что оно из жизни. И самое главное, что вы, послушав мои советы, можете их применять, потому что я эту информацию, можно сказать, выстрелила. Не один раз пришлось заглядывать в справочники. Я вас избавляю от этой нелегкой задачи поиска материала. Если вы послушали меня, попробуйте применить. Может быть, вам это тоже будет полезно. И последняя рубрика, о которой нам бы следовало поговорить отдельно, это Ее Величество Кухня. Ну, почему я ее так назвала? Потому что мне лично жизнь доказала, какой бы ни был красивый рецепт, как бы некрасиво была издана книга, но только когда ты приготовишь и поймешь, что ты приготовил, внесешь собственной душой нюансы, только тогда получается достойное блюдо. Поэтому отношение к кухне у меня всегда трепетное, как к Ее Величеству. Потому что если мы тебя пляп, все накидали в кастрюлю, поставили на костерок, помешали и подали это, вряд ли это кому-то будет интересно, кроме поросят. Поэтому, Ее Величество Кухня, готовлю вместе с вами выбор блюд. Нет у меня там комариных ножек под ананасовым соусом, поскольку я считаю так, каждой хозяйке, особенно молодой или хозяину, важно из самых обыденных продуктов приготовить обыденные вещи. Поэтому у меня рецепты повседневной кухни, это супы, гарниры, какие-то блюда, которые очень быстро, легко приготовить, сильно они накладные на карман. Категория праздничных блюд. И еще впереди у нас категория консервации. Дело в том, что консервация, это тоже очень важный и ответственный момент. Я в своей жизни первую консервацию, в моей семейной жизни, делал муж. Ему хватило, конечно, терпения и так-то не делать мне замечаний по поводу того, что он делает консервацию, а не я. Поскольку я боялась раскаленных стеклянных банок, а что, в общем-то, это и понятно, 18 лет. Теперь у меня появился огромный опыт, и тем, кто еще размышляет, а нужно ему это, или я боюсь, не хочу, не знаю, нету достойного рецепта, пожалуйста, заходите на наш канал, пробуйте делать вместе с нами. И будем делать так же, как у нас это принято, пошагово, пошагово. Вот прямо начали и потихонечку. Кстати, это, я считаю, одним из важных моментов моего выступления. Почему пошагово? Потому что невозможно объяснить. Вот там, когда у вас будет, после дождичка в четверг, за углом, вот то у вас произойдет. Давайте мы просто сделаем длинный ролик, но я вам покажу поэтапно, как это делать. Вы можете повторить за мной, и у вас должно всегда быть удачным это блюдо. Конечно, на вкус и цвет товарищей. Нет, то, что любят у нас семьи, могут, например, не понравиться вам, но, внеся некоторые нюансы, которые соответствуют вкусам именно ваших домочадцев, вы можете этот рецепт сделать базовым и обыграть его в своем вкусе. Поэтому, дорогие друзья, то, что кажется затянутым, на то у меня есть определенный взгляд и определенный смысл. Я просто хочу, чтобы вы поняли душу этого блюда, но никогда не запрещаю вносить собственные нюансы. Потому что, как говорится, кто-то любит хрящик свиной, а кто-то вырезку. Поэтому занимаемся тем, на нашей кухонной лаборатории, тем, что берем за базу то, что видим, и привносим в свою душу, получаем интересные рецепты. Итак, я вам рассказала обо всем, что находится на нашем канале. Для души и для сердца у нас есть любимые мопсы, картинки из природы, которые нам удалось подсмотреть. Вот, в частности, прямо у меня на заборе закусывал сокол, и я не могла его не снять. Вот для этих всех моментов, таких неожиданных, и, конечно, учитывая, что мы очень тяжело и по многу трудимся, особо подсматривать за животными некогда. Но то, что нам удалось снять, мы тоже выложили для души и для сердца. Вот так выглядит наш канал. Он обязательно еще будет пополняться. Потому что я сама держала кур, уток, поросят. Есть рассказать и на эту тему. Что? Потому что жизнь была трудная. Если кто-то хочет завести свое хозяйство, мы обязательно и это разложим. Поэтому, дорогие друзья, кто подписался на кулинарию и получит ролик про поросят, прошу не обижаться. У нас домашняя циклопедия. Тем для разговора у нас огромное количество. Просто пропустите этот ролик и подождите, когда придет время, именно для вами избранной рубрики. Оно обязательно придет. Если бы у меня в сутках было не 24 часа, а, например, 56, я бы все равно нашла, что вам рассказать. Итак, дорогие мои друзья, надеюсь, вы теперь будете более лояльны к нашим материалам. Вы поняли суть этого нашего произведения. И надеюсь на долговременные отношения. Поддерживайте нас. В общем и целом, было бы приятно получить от вас поддержку эмоционально. И, впрочем, я очень надеюсь на то, что мы с вами встретились надолго. Всего доброго. С вами была Елена.